Свинка Пеппа Жили долго и счастливо Конец Вечерняя сказка усыпила Пеппу и Джорджа Спокойной ночи, мои поросятки Джордж не спит Динозавр Джордж, какой непослушный! Засыпай давай! Джордж не хочет спать Джордж! Ночь для сна, а не для игр! Иди-ка спать! Я расскажу тебе сказку на ночь Жил-был маленький поросенок Его звали поросенок Джорджи И он отправился на поиски счастья Скоро он пришел к лесу Тебе нравится сказка, Джордж? В лесу был маленький домик А в домике стояла миска с кашей Поросенок Джорджи был очень голоден И он съел всю кашу Ням-ням-ням И когда он все съел Пришел медвежонок И сказал Ой, ты съел мою волшебную кашу! Джорджи сказал Да Медвежонок сказал Это была волшебная каша Она сделает тебя очень большим И поросенок Джорджи начал расти Он рос, рос и рос И стал выше всех деревьев в лесу Конец Ты хочешь спать, Джордж? Нет Совсем нисколечко? Нет Ах Ну ладно Я расскажу еще немного Медвежонок сказал Я знаю, на краю света Есть сундук золотых сокровищ Но мне туда не дойти Потому что я слишком маленький Джорджи сказал Я отнесу тебя туда И поросенок Джорджи Пошел на край света Он шел и шел и шел Ты уже хочешь спать? Нет Он шел через леса Через моря Через горы Ты засыпаешь? Нет Он дошел до самого конца света И нашел большой сундук золотых сокровищ Оооо И большого дракона Да Большого зеленого дракона С маленькими крыльями Дышащего огнем К счастью, дракон был добрым Он сказал Можешь взять сокровища Но тут поросенок Джорджи Стал уменьшаться Он становился меньше, меньше и меньше И стал таким же маленьким поросенком Джорджи, как и раньше Как мы теперь попадем домой? Спросил медвежонок Я отнесу вас домой, сказал дракон Поросенок, Джорджи и медвежонок запрыгнули дракону на спину И полетели домой К маленькому домику в лесу А потом конец Джордж заснул Пеппа спит Пеппа, почему ты не в постели? Ночь для сна, а не для игр Спокойной ночи, мои поросятки Сладких снов Пеппа и Джордж крепко спят в своих кроватках Свинка Пеппа Я Свинка Пеппа А это мой младший братик Джордж Это мама Свинка А это папа Свин Свинка Пеппа Потерянные ключи Пеппа и ее семья провели прекрасный день в горах Пора ехать домой Все в машину Спасибо, что посетили наши горные красоты До скорой встречи Ключ, ключ Нет, Джордж Нельзя играть с ключами от машины Ты можешь их потерять Ты играешь с ключами от машины, папа Я взрослый Я их не потеряю Ну вот, папа Свин уронил ключи от машины в водосток Ой Все, поехали домой Это будет трудновато Почему? Потому что папа уронил ключи в водосток О, папа Свин Не волнуйся, я достану оттуда ключи палкой Ура! Колодец глубже, чем я думал Палка не достает до ключей В таком случае нам нужна удочка Тогда мы поймаем ключи на крючок Может, мисс Кролик продает удочки? Ээээ, вы продаете удочки? Вообще-то да Не знаю зачем В горах ведь не водится рыба Мы будем ловить не рыбу, а ключи Папа уронил ключи от машины в колодец Тогда вы их не достанете Колодец очень глубокий А для чего нужны колодцы? Водосток выводит дождевую воду в море И леска не достает до ключей Ну и ну Какой глубины этот колодец? Можно узнать глубину, бросив туда камень Хорошая мысль, мисс Кролик А мы будем считать, пока камень не долетит до дна Один, два, три, четыре, пять, шесть Это глубоко Я же сказала Что нам теперь делать? Это мистер Бык и его друзья Бульдозер-кран Джордж любит бульдозеры-экраны Здравствуйте Здравствуйте, мистер Бык Добро пожаловать в горные красоты Вы приехали сюда работать? Нет У нас выходной И мы приехали любоваться красотами Здесь прекрасные виды, шеф Да, здесь очень красиво А, мистер Бык, можно взять на минутку ваш кран? Зачем? Папа уронил ключи от машины в колодец Не продолжайте, я быстро их достану Мистер Носорог, кран, пожалуйста Всем отойти Опускай Как нам повезло, что сюда приехал мистер Бык Да, теперь мы, наконец, достанем ключи Дальше не опускается, шеф Мистер Бык, начальник Вы нашли наши ключи? Нет Кран не достает Что нам теперь делать? Легко Мы разроем дорогу Ура Мистер Бык раскапывает место отдыха Стой В чем дело? Мы приехали посмотреть красивые места Там сейчас копают Это ненадолго Мой папа уронил ключи от машины в колодец Ой Стой, стой Вот ключи Мы нашли их Ура Держите Спасибо, мистер Бык А, это пустяки А куда делось красивое место? Вместо горных красот теперь большая яма Теперь это пещера Добро пожаловать в пещерные красоты Все благодаря моему папе А, и мистеру Быку Да, я хорошо рою ямы Мистер Бык любит рыть ямы Все любят Свинка Пеппа Я свинка Пеппа А это мой младший братик Джордж Это мама свинка А это папа свин Свинка Пеппа Летающий ветеринар Пеппа принесла свою золотую рыбку на осмотр к ветеринару Пеппа, твоя рыбка здорова и счастлива Она замечательная Благодарю вас, доктор Хомяк Алло Здравствуйте, доктор Хомяк Говорит мистер Слон Мистер Слон и его семья отправились на прогулку в горы Мы нашли больную ящерицу Это геккон Эдмон знает о ящерицах все Он ведь очень умный слоненок Выезжаю немедленно Ух ты, а можно поехать с вами? Ну, разумеется Вперед Мы поедем на машине скорой помощи? Нет, горы слишком далеко отсюда Мы полетим на моем самолете У-у-у Самолет У-у-у Джордж очень любит самолеты Все на борт Счастливого нам полета Я не знала, что у вас есть самолет, доктор Хомяк Конечно, есть Я ведь летающий ветеринар Ну, наконец-то Врач уже здесь Без паники Ветеринар уже близко Где больная ящерица? Вот Бедный зеленый огурчик Что же произошло с этой ящеркой? Кажется, она перевернулась вверх лапками Я переверну ее осторожненько Готово Доктор Хомяк сумела помочь маленькой ящерке Ура! О, еще один срочный вызов Алло Алло С вами говорит дедушка Свин Дедушка Свин вышел в море на своей лодке Заболела Полли Мне кажется, ее тошнит А-а-а Ее тошнит Вылетаю немедленно Слушай, Полли Нам летит ветеринар А как же здесь можно сесть? Это же гидросамолет, Пеппа Мы можем сесть прямо на воду Ух ты! Здравствуйте! Пеппа! Джордж! Здравствуй, дедушка! Мы прилетели, чтобы вылечить Полли от болезней Давно вашу милую Полли тошнит Как только мы с ней вышли в море Ага Я знаю, что случилось с Полли У нее морская болезнь О! Нужно доставить ее на землю И желательно поскорее Маленький остров! Мы выходим Тебе лучше, Полли? А-а-а Лучше, Полли! Ура! К счастью, Полли больше не тошнит О, еще один вызов Алло? Алло! Говорит Папа Свин Папа Свин сейчас на работе Совсем маленькие утята застряли у нас на крыше Вылетаю немедленно Как хорошо, что вы уже здесь Без паники Доктор Хомяк на месте Мама утка отложила яйца прямо на крыше И вот теперь из них вылупились утята Кто-нибудь умеет хорошо крякать? Мы? А я вообще классно крякаю Пепа, начинай крякать И утята сами пойдут за тобой Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! Пепа, веди их прямо к утиному прудику Хорошо! Я мама утка! Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! Ну вот, утята доставлены к своим маме и папе И все благодаря мне Алло У вас еще один срочный вызов? Да Звонил мистер Хомяк Я опаздываю на чай До свидания До свидания, доктор Хомяк Спасибо! Не за что Нелегкий был денек Улетаю Свинка Пепа Я Свинка Пепа А это мой младший братик Джордж Это мама Свинка А это папа Свин Свинка Пепа Кенгуру Кайни Сегодня чудный солнечный день Мистер и миссис Кенгуру приехали в гости Здравствуйте Добрый день, мистер Свин Мы встречались в аэропорту Помните? Эм Это было давно Вы приглашали нас в гости в любое время Правда? Да С тех пор у нас появились Кайли и Джоуи Поздоровайтесь, дети Здравствуй Я Кенгуру Кайли Я Свинка Пепа А это мой младший братик Джордж Это мой младший братик Джоуи Джоуи живет в кармане у мамы Кенгуру Эти путешествия вызывают жажду Хотите пить? Да, спасибо Лимонад Мой любимый Ммм, чудесно Прошу, садитесь Есть хотите? Я всегда голоден Ничего Мы приготовим обед Мистер Кенгуру собирается готовить обед на жаровне Кому кукурузный початок? Мям-мям Надо делать это и у нас дома Постойте Это и есть наш дом Идем, Кайли Мы будем играть в саду Мы можем играть в мою любимую игру Мы будем прыгать по грязным лужам Я тоже люблю прыгать Сначала нам нужно найти лужу Ой, здесь нет грязных луж Земля сухая для грязных луж Вот бы дождь пошел Надеюсь, что дождя не будет А мы любим дождь Дома мы его редко видим Если хотите вызвать дождь в нашей стране Устройте барбекю Мы все равно можем прыгать Джордж прыгает хорошо Но я прыгаю лучше всех Посмотри Вот как надо делать Попробуй ты, Кайли Ладно Кенгуру прыгают очень высоко Ух ты! А это кролик Ребекка Здравствуй, Ребекка Это моя подруга Кайли Здравствуй, Кайли Вы играете? Мы прыгаем Кролики прыгают лучше всех Посмотрите Молодец, Ребекка Но ты прыгаешь не так хорошо Как моя подруга Кайли Давай, покажи свой прыжок Я не хочу хвастаться Давай Ладно Очень высоко Кенгуру Кайли прыгает лучше всех А это пони Педро Здравствуйте все Здравствуй, Педро Знакомься Это кенгуру Кайли Она моя подруга Она прыгает выше всех Никто не прыгает выше, чем я На моем супер космическом прыгуне Покажи ему, Кайли Но Педро прыгнул очень хорошо Давай Ладно Ух ты! Кенгуру Кайли прыгает лучше всех Я мог бы прыгнуть выше Но я немного устал Ой Что это было? Дождь пошел Как я сказал Если хочешь дождя Устрой барбекю Боюсь, что нам придется идти в дом Как? И пропустить дождь? Мистер Кенгуру открыл большой зонт И укрыл всех от дождя Еда готова Кто голоден? Я! Я! Вкусно! Пеппе нравятся кукурузные початки Всем нравятся кукурузные початки Дождь перестал После дождя все такое свежее И зеленое И мокрое И грязное! Вот как прыгают по грязным лужам Да, это весело Я прыгаю лучше всех А Пеппа лучше всех прыгает По грязным-грязным лужам Свинка Пеппа Я Свинка Пеппа А это мой младший братик Джордж Это мама Свинка А это папа Свин Свинка Пеппа Конкурс домашних любимцев Пеппа и ее друзья в детском саду Дети, завтра у нас конкурс домашних любимцев Принесите сюда своих любимцев Лучший получит приз Я принесу свою золотую рыбку А я своего палочника Я принесу геккона А я обезьянку Это не настоящее животное Это кукла Это не кукла Это обезьянка Ты ей нравишься, Денни Зоуи может принести обезьянку, если хочет Пора домой, дети И не забудьте завтра взять своих питомцев Вечер накануне конкурса домашних любимцев Пеппа и Сюзи готовятся вместе с рыбкой Голди Ешь, Голди Завтра у тебя трудный день Я протру твой аквариум Красота Педро разговаривает со своим палочником Это насекомое, похожее на палочку Завтра ты поедешь со мной в детский сад Там будут выбирать лучшего любимца И это будешь ты Слоненок Эдмонд разговаривает со своим гекконом Посмотри на меня А теперь ты Зебра Зои разговаривает со своей обезьянкой Ты волнуешься перед конкурсом, обезьянка? Завтра веди себя хорошо Не будь шелунишкой Настал день конкурса домашних любимцев Мадам Газель, а кто будет решать, чей любимец лучше всех? Доктор Хомяк Здравствуйте всех! Здравствуйте! Ой, какие у вас чудные любимцы Очень веселая рыбка А как ее зовут? Это Голди Вы с ней уже встречались Ее аквариум весь блестит А что Голди любит делать? Она любит плавать и делать вот так Замечательно А это кто? Это мой палочник Как его зовут? Стивен Что он делает? Он притворяется палочкой Удивительно О, а это что за животное? Это геккон У него есть имя? Гемидактилус френатус Слоненок Эдмонд очень умный Ясно А что он делает? Это О, кто следующий? О-о-о-о Обезьянка Она должна стоять вниз головой? Да Она спит Понятно Она замечательная Я тоже принесла своего любимца Черепаху Тиддлс Она любит лазать по деревьям и... Кто победил? Да Кто выиграл приз? О, приз получает... Черепаха Тиддлс О-о-о Доктор Хомяк выбрала победителем своего любимца Это не честно! Это ваше животное! О, нет Это только приз лучшей черепахи Приз лучшей рыбки получает рыбка Голди Ура! Приз лучшему геккону получает... Геккон Ура! Приз тому, кто больше всех похож на палочку получает... Стивен Ура! Приз лучшей обезьянки Доктор Хомяк Это не настоящая обезьянка Она игрушечная Приз лучшей игрушечной обезьянки получает... Обезьянка Ура! Доктор Хомяк А какое животное лучше всех? Они все Это веселые, здоровые животные Они...